Приветствую вас. Ситуация, которую вы описываете, достаточно тонкая, неоднозначная. Я бы сказала, что она деликатная, потому что вопросы дружбы, вопросы взаимодействия близких людей со своими друзьями, подругами, и вообще вопрос каких-либо аспектов жизни одного человека, принимаемый вроде бы как в определенный момент времени и поздно становящийся неприемлемым, тогда очень сложным. То есть, грубо говоря, вы раньше знали, вот вы пишете, что он дружил, с детства дружит с одной девушкой, и дружил до свадьбы, и, собственно, после свадьбы тоже дружит. И так же получается то, что раньше вы этот момент принимали. Наверное, потому что у вас не было ссор, наверное, потому что у вас не было таких ситуаций, где могли бы проявиться вот эти вот негативные качества, негативные моменты этой его дружбы, и мужчина думает, что вы совершенно так спокойно относитесь к тому, что он дружит с другой девушкой. А теперь, когда ссор у вас происходит постоянно, или периодически, и он уезжает к ней и проводит с ней время, вот это начинает раздражаться. А что делать? Понимаете, в чем тонкость? Вот запретить общаться мужчине с девушкой, которая для него является другом, вам нельзя. Ну, вы, по сути, и не сможете мужчине запретить что-либо делать. Принять ситуацию так, как она есть, тоже не получится, потому что вы говорите о том, что ее мнение превосходит ваше для него. Также вы пишете о том, что вы не доверяете своему мужу. И вот, пожалуй, эти два проблемных момента являются ключевыми для вас. Первый момент – это то, что вы ему не доверяете, то есть сомневаетесь в себе. И второй момент – это то, что ее мнение для вашего мужа дороже, чем ваше. Первый момент – это момент, чисто связанный непосредственно с вами. Почему вы не доверяете своему мужу? Почему вы не воспринимаете его слова так, как он их говорит? Мужчины – это существа достаточно логичные. И если мужчина с детства дружит с девочкой, и на протяжении всего этого времени у них не было ничего больше, чем дружбы, то, скорее всего, у них действительно дружбы нет. Тем более, что он на вас женился, и, в общем-то, говорит, что дружба не может перерасти во что-то большее, потому что это оскорбительно для него. То есть, по вашему описанию, получается так, что мужчина осознает ценность дружбы с этой девушкой, и действительно не видит ее никак, иначе, кроме как друга. Но основной-то вопрос к вам. Почему вы не доверяете своему мужу? Что были какие-то моменты, что он вас обманывал? Может быть, вы сами в себе не уверены? Ведь в ссорах, которые между вами происходят, несет ответственность каждый из вас. И, возможно, вы испытываете отчасти чувство вины за то, что ссоритесь со своим мужем. И где-то в глубине своего сознания у вас есть понимание того, что вот эти ваши ссоры его оттолкивают от вас. Возникает вопрос. Вот вы пишите, что ваши отношения на уровне поддирания, поэтому в некоторых ситуациях вы воспринимаете друг друга неправильно. У нас возникла такая ситуация, которая повлекла за собой очередную ссору, но вы любите мужа и не хотите ссориться. Поэтому я пытаюсь разобраться и понять. Знаете, дружба с девушкой – это обстоятельство, которое усугубило ваши отношения, усугубило разрыв ваших отношений. Но ни в коем случае не стало причиной того, что ваши отношения ухудшились. Потому что вы сами сказали, что когда вы ссоритесь, мужчина больше времени проводит с девушкой. Значит, есть прямая связь между тем, сколько времени он проводит с ней, и тем, что вы ссоритесь. Соответственно, несложно догадаться, что если вы не хотите, чтобы он проводил с ней времени много, то нужно не перестать ссориться. А чтобы перестать ссориться, нужно учиться прислушиваться друг к другу и уступать. Если вы хотите что-то доказать своему мужчине, если вы хотите что-то до него донести, то способ ссор – это далеко не самый правильный. Понимаете, когда вы ссоритесь, когда люди вообще ссорятся, они каждый говорит на своем языке. каждый из людей, который ссорился, говорит сам с собой, они друг друга не слышат. И если вы будете вести себя так же, как ваш муж, так же, как он будет ссориться, повышать голос, агрессировать, делать что-то еще, то ничего хорошего у вас не получится. Нужно учиться выступать, понимать, что у вас, мужчины, есть личные границы, личное пространство, свои цели, свои интересы, свои представления о том, как все должно быть, и принимая позицию другого, не доводя до откровенного конфликта и ссоры, нужно показывать, что вам что-то не нравится. Что вас, например, что-то задевает. Это был такой вот момент, связанный с тем, что у вас нет доверия к вашему мужу. Теперь второй момент. Момент, в котором вы пишете, что мнение девушки для вашего супруга дороже, чем ваш. Опять-таки, здесь ситуация такова, что вы своему мужчине не можете запретить воспринимать мнение девушки как-то иначе. Ну, потому что он взрослый человек, потому что они знают друг друга дольше, чем вы знаете друг друга. И то, что она для него более проверенный человек, это, я надеюсь, для вас очевидно, но, тем не менее, есть один важный момент, о котором, в принципе, я уже вам сказал. Но, который, наверное, требуется раскрыть для лучшего понимания. Он может прислушиваться к ее мнению столько, сколько угодно. Это его право. но если ее мнение для него во сне и ценнее, чем ваш, то получается, что вам наносится ущерб, вред. И вы страдаете, страдаете из-за того, что человек прислушивается не к вашему мнению, а к мнению другого, вообще-то говоря, для вас чужого человека. и вот это то, что ваш мужчина делает неправильно. И вот это ему нужно донести, что вы не против, чтобы он общался со своим другом или подругой, что вы не против, чтобы он прислушивался к ее мнению, что вы всего этого не против. Но вы против того, чтобы его поведение, поведение вашего мужчины вредило вам. И вот вам нужно сопротивляться той части, когда мужчина прислушивается к мнению своей подруги. вам нужно сопротивляться в той части, где это прямо задевает вас. И вот там отстаивать свои интересы, потому что это делает вас менее счастливым. Менее счастливым, если вы не отстаиваете. И мужчина, если он любит вас, он это поймет и не станет на вас в этом аспекте давить. Но важно соблюдать границы, где касается вас, а где уже касается вашего мужа. В том, что касается его, пусть слушает. В том, что касается вас, будет прислушиваться к вам. Если он этого не делает, то значит ваше счастье его волнует не так сильно. И если ваше счастье его не волнует, то нужно просто сказать ему о том, что вы не собираетесь вечно с ним спорить доказывать, но будете смотреть на его поведение, и если оно вас не будет устраивать, то вы просто наоборот будете отдаляться от него. И все. Теперь немножечко о отношениях между мужчиной и женщиной, а можно между ними дружб. Значит, дружить, вы просто в тегах своего сообщения написали дружб между парнями и девушками. Дружить они, конечно, могут, потому что женщины дружить не может в силу практичности, а вот мужчина с женщиной вполне может дружить до тех пор, пока мужчина выносит все ожидания и всю ответственность, которые возлагает на него женщина. Поэтому не стоит сомневаться другими между мужчиной и женщиной. Дружба такая есть, а вам не нужно ссориться своим мужчинам, атаковать его от вас еще больше. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего доброго и удачи.